В Новочебоксарске пресекли попытку подготовки теракта. Со вчерашнего вечера сотрудники правоохранительных органов ограничили движение на участке дороги от завода Хевил до поселка Отлашево Чебоксарского района. Информацию о том, что в Новочебоксарске происходит что-то странное, жители города Спутника стали получать еще ночью. Кому-то пришли сообщения о том, что в городе пожар и необходимо закрыть окна, кому-то о том, что закрыт въезд в город. В полночь прислал мне друг видеозапись с одного портала, то, что перекрыли въезд в Новочебоксарск со стороны Марпасада. Естественно, это вызвало какие-то вопросы. Рядом находится Химпром, я живу рядом с таким предприятием. То, что въезд перекрыли рядом с ним, очень как-то пугает наших граждан. И мне кажется, что все обеспокоены этим событием. И, конечно, хочется узнать, что же там случилось. Со слов очевидцев, проезд был закрыт в оба направления. На участке находилось большое количество сотрудников силовых структур. Проезд к Химпрому и Хевеллу был открыт. Однако, по словам очевидцев, полицейские вынуждали их разворачиваться и искать другие пути. В пресс-службе Химпрома заверили, что предприятие работает в штатном режиме, и эта ситуация с ними никак не связана. Подобные комментарии дали и представители завода по производству солнечных модулей Хевель, полигона ТБО и ТЭЦ-3. Обстоятельства происходящего прояснились ближе к вечеру. Следственными органами Следственного комитета РФ Почеварской Республики возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 пункта В части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ по факту приготовления к совершению террористического акта. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России Почеварской Республики установлено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены. Следственная группа ТЭЦ-3 совместно с сотрудниками УФСБ и МВД Почеварской Республики продолжает работать на месте происшествия. Изымаются все предметы, имеющие значение для следствия, допрашиваются свидетели. Проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.